Друзья, вот и приехал мой отец. Многие спрашивали секрет моей вертушки. Тут было очень холодно, мы качались в куртку, а тут нету света. Сейчас покажу вам свой паспорт, чтобы вы поняли, что я не пану, что я реально мутышь первого года рождения. Самая Вазхаб Дичаевич. Он еще держится, я могу прям легко подтянуться тут. Я знаю, что ты купил себе машину, поздравляю тебя с покупкой этой машины. Добро пожаловать ко мне. Сегодня проведем целый день вместе, покажу, как я живу и чем я занимаюсь. Ну, коротко говоря, тут я живу. Вот моя машина, все наверное уже знают, мои подписчики. Про нее расскажу отдельно. Здорово зайдем в мою комнату. Вот так выглядит моя комната. Не проходит, что она белого цвета. Ничего необычного, то есть тут стоят весы. Я думаю, у любого человека, который занимается спортом, такие весы в комнате. Так утром стою, посмотрите сколько я вешу. Вот, если вид с окна, если так посмотреть, то не особо красивый вид. Посмотрим сюда, вон там брусья, турник, груша такая старая. Вот, если посмотреть направо, то там стена для коров. Вот. Деревок, конечно, у нас еще нет, потому что мы недавно только перешли сюда. Вот. В моей комнате, чем я могу похвастаться, это тут мои награды, школьные награды. Какой-то мои грамоты. Не особо много. Я не знаю, где остальные. Вот. Единственная грамота, которую, наверное, по спорту получила, это третье место по соревнованию гировому спорту. Вот. Ну, хочу отметить, что там участвовали более серьезные, как бы, я когда-то был очень мелкий. Вот. Что еще? Есть первые места по химии районной Олимпиады. Вот. Вот так вот. Это федеральная тайга. Это в Москве, по-моему, медали Кутузова. Школу я закончил, как бы, на золотую медаль. Вот, такую медаль мне дали. Жаль, что она не золотая. Я ее продолжил. Сейчас побежу вам свой паспорт, чтобы вы поняли, что я не обману, что я реально наступил первого года рождения. Вот так аккуратно. Вот. Тамайова Асхабли Чаевич. Спасибо. Друзья, хочу вам рассказать про свой турник. Смотрите. Этому турнику, не знаю, лет 7 точно. Вот. Он еще держится, я могу прям легко подтянуться тут. Прям он вообще таких, как я, вообще без проблем держит. Вот. Такая старая штанга. Не знаю, откуда она у меня взялась. Ну, она тяжелая, хочу отметить. Она килограмм 50 точно. Постараюсь ее понять. Она очень тяжелая. Вот. Брусья, турники их взял мой отец. Мой отец тоже как бы занимается спортом. Тут была такая груша самодельная, но я ее сломал, ударил прям пару раз. Пару раз сильно ударил, она у меня сломалась. То есть, чтобы вы понимаете, такая груша, такая самодельная. Покажу, где мы жили 2 года назад и где я тренировался. Вот. Мы пойдем. Там, где я жил 2 года назад и где мы тренировались. Вот. Спасибо. Скамейка, которая там. Это где я сжал 150-160 килограмм на этой скамейке. Прикиньте, я сейчас не могу представить, как я там буду сжать. Вот. И дальше. Было такое, что мы тренировались. Я бросал штангу там под 180 килограмм, когда делал стану у тебя. Было такое, что прям полусыпалось. То есть, потолок сыпался. Вот. Вот именно эта комната. Именно вот эта комната, где мы стабильно тренировались. Вот. И потом я с друзьями собрался вот такую скамейку. Она более такая прочная. То есть, на ней я спокойно жал там килограмм 150-160. И еще брусья. Хоть брусья тут оставить, потому что очень много дилеты тут перетаскали. Два года. Два года тут качались, короче. Зимой даже. Качались, потому что тут было очень холодно. Мы качались в куртках, а тут нету света. Вот. Так что мы качались в таких условиях. И никогда жизни не ищите там от маски, потому что у вас нет там возможности качаться. Занимайтесь всегда спортом. Друзья, вот и приехал мой отец. Многие спрашивали секрет моей вертушки. Мы сейчас ответим на этот вопрос. Друзья, короче, как бы отец не любит там светиться на камеру. Короче, вы поняли, да, откуда я научился в вертушке, вот, и какой у меня отец. Вот. Вы думали, что он такой здоровый, как я? Нет, он просто там занимался так пандо, кикбоксингом, а я как бы скачался. Сейчас и поедем к Хизеру. Хизер купил у себя новую машину. Поздравим его с покупкой такой машины. И проведем сегодня тренировку по ММА. Вот так, раскидаемся, побегаем. Мы заскочили домой, чтобы взять свои вещи. И сейчас пойдем потренироваемся с Хизером. Субтитры сделал DimaTorzok Я знаю, что ты купил себе машину. Поздравляю тебя с покупкой этой машины. Вот, очень хорошая машина. Так что машин, про машин поговорим потом. А сейчас мы проведем небольшой тренок. Это будет очень интересно. Так что смотрите. Мы сделаем хорошую разминку и чуть поработаем на лапах. Друзья, сейчас мы посмотрим, кто быстрее из нас Хизер. Либо я. Пробедимся на скорость. 60 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, это более 100 килограмм вешу, поэтому сложно. Неоправдание. Из бега ты меня выиграл. У меня есть одно преимущество. Я готов на машину. Кто быстрее, чем машина быстрее. Я пас. Вот, ну Хизер очень быстро бегает. Проиграл, что поделать. Сейчас чуть разминку сделаем и поработаем на лапах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА